Всем привет! Итак, начнём этот урок с настройки меню загрузки. Две программы. Попробуем подставить первую. Нажмём Enter. И нажмём на вторую, третью строку. Ну и посмотрим ещё рекомендации, какие будут. Итак, программа установлена. Вот эта программа, SuperBootManger, через терминал не ставится. Для того, чтобы она работала, нужно сделать следующее. С моего сайта идёте ко мне на кладовочку. Сайт мой называется вот так, linuxromanov.info. Идёте на кладовочку. И вот здесь в разделе Linux программы, вот, ищите SuperBootManger. И скачиваете вот этот файлик. SuperBootManger. Библионовский файлик. Ну, когда файлик скачается, идёте в загрузке. И запускаете этот файлик. Установить пакет. Заводим пароль. Пока он там заводится, мы посмотрим, как у нас этот дружочек работает. Нормально работает. А место, где он лежит, знаете, на моей кладовочке. Так. Закрываем окошко. Идём сюда. И смотрим. Вот, SuperBootManger. Я его беру. Помещаю вот сюда. Рядышком с ним посмотрим. Должен ещё быть. Вот. Групп Кастомайзер. Эти два друга парой ходят. Ну, и сюда же я ещё добавлю SystemBug. Ну, и плюс. Системный монитор. Обычно вставлю вот здесь. В таком порядке. Значит, запускаем SuperBootManger. Заводим единичку. А я иду сразу на Borg, потому что мне Borg нравится покрасивше будет. Раздел SDA. Установить. Установим. Нажимаем Enter. Ждём следующего вопроса. Здесь нажимаем просто Enter. Вот здесь я убираю Splash, чтобы не смотреть эту картинку во время загрузки, а видеть командные строки. Мне это больше нравится. Если вы хотите смотреть во время загрузки картинку. Ради Бога. Предлагаю установиться на разделе жёсткого диска DFSDA2. Пробелом отмечаем. Нажимаем ОК. И начинает создаваться конфигурационный файл. Здесь он сообщает, какие операционные системы нашёл. И потом мы посмотрим на эмуляторе, как всё это дело выглядит. Готово. Можно посмотреть на эмуляторе. Как видите, если пробежаться стрелкой, то тут будет очень-очень большой и длинный список. Поэтому, естественно, его нужно будет просто-напросто поредактировать. Каким образом? Вот идём в настройщик меню загрузки. Ставим единичку. Хотим открыть бурк, да. И подождём, когда заполнится меню загрузки. А затем будем его прореживать. И оставим только самая необходимая операционная система, которая есть на компьютере и которую я хотел бы видеть в своём списке. Ну, вот на девятом разделе как раз у нас он и находится, голубчик. Единственное, что я сделаю, я изменю и напишу здесь просто-напросто. ЛМС-18 ВРК. Рабочая. Нажму ОК. Вот у меня будет так выглядеть. Всё остальное, относящееся к девятому разделу, значит, меня уже, так сказать, не нужно. Двоечка у меня будет на первом разделе. Вот эти вот разделы. Здесь поставлю шестёрочку, чтобы не путаться. Так. Двоечка у меня на первом разделе. Всё остальное я тоже полбираю. Линукс. Первый раздел. Ок. Тогда три. И восемнадцатый. У меня есть на седьмом разделе нормальный. А всё остальное я просто-напросто поубираю. Так. А вот этот рабочий, на котором мы учимся, значит, вот будет находиться здесь. Двойка, тройка, восемнадцать. Нормально разделы указаны. Нормально. Первая будет грузиться вот так. Двадцаточку сделаю. Сохранить. И пропустил я вот десяточку. Сейчас мы её вот так вот отзавёл и сохранил. Вот пять операционных систем сейчас у меня на компьютере. Ну, одна вот сделана рабочая. Это в учебных селях, где я показываю, как я настраиваю Linux Mint 18. Практически я пользуюсь только первой. 17.2, как наиболее надёжный и стабильный. И вам рекомендую. Ну, если кому-то, как говорится, не терпится, и у кого-то шило во всех частях тела. Ради Бога. Смотрите мои уроки. Я показываю, как настраивать Linux Mint 18. Несколько, как говорится, хлопотно, но тем не менее, как говорится, настроить можно. Так, ну, ладно. Закрываемся. Идём вот сюда. И смотрим теперь, какое у нас будет меню загрузки на эмуляторе. Ну, вот видите, очень всё красиво выглядит. Вот таким вот образом. Всё настроено. Всё работает. Проверено, как говорится, а мин нет. Желаю вам всяческих успехов с установкой настройщиков в меню загрузки. Потому что штука эта хорошая. Особенно, если у вас на машине имеется несколько операционных систем. Так что, желаю вам удачи и до новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.